добрый день 15 сентября счет 34 открыты на тосе значит по первому счету на маржинальном счету где позиции представляет обратную календарные позиции ничего особого не происходит выдающихся результатов нет прибыли убытки видно что все около нуля если сейчас все ликвидировать практически те же 100000 так что цена входа выглядит таким образом как блюдца вот изменения происходят на другом счету ира где были календарные позиции куплены открыты значит видно что он просел но при открытии просил на 2000 цена входа была спреды и комиссии но он еще попросил по двум акциям на восемь тысяч четыре пятьсот и 3000 вот а рст дтг значит я посмотрел по новостям редкий случай значит за одновременно практически на одной неделе по обоим компаниям значит hewlett-packard согласился купить а рст вот эту около полтора миллиарда то есть фиксируется если сумма тогда соответственно падает волатильность фиксирует цена могут быть изменения допустим акция компания откажется но всегда это приводит к падению волатильности и то же самое на другом рынке значит тоже компания hertz сказала что заплатит за дтг 50 долларов за бумагу тоже на фиксированная цена которую она готова заплатить и в том и в другом случае происходит падение волатильности и профиль теперь выглядит следующим образом а ну это я так понимаю то что выглядит как портфель так и рст рынок сейчас вот здесь почти на дне то есть не балансировать не закрывает как бы особо смысла нет если только история не будет иметь продолжение и второй случай дтг дтг то же самое а ну вот я как бы посмотрел что будет если докупить пять опционов то ничего тут особо не будет вот профиль такой же то есть если они сказали что зафиксируют цену на 50 50 то вряд ли она пойдет там еще выше хотя всякое бывает вот из этих двух случаев может сделать вывод либо фильтровать кандидатов и читать все таки новости что трудоемкий процесс потому что их несколько тысяч штук либо переходить на индексы которые не подвержены таким новостям либо значит фиксировать спред по волатильности по месяцам то есть есть шум волатильность когда там пять десять процентов по месяцу может расходиться процессе того как находит а есть какие-то значения там 20 процентов когда это уже собой имеет некоторое основание неизвестно когда одна акция выскажет цену точную дату но по крайней мере широкий спред по волатильности может означать высокую вероятность этого события вот эти две акции закрывать не буду посмотрю что дальше будет по значит по графику что сделала одна и вторая все видно что вот это зафиксировала вот эту цену новую аэростэ сначала волатильность упала потом она поднялась то есть вполне возможно из-за того что волатильность поднялась продолжение истории будет то есть на конкретной цене пока две компании не сходятся и вторая акции дтг дтг то же самое вот она подскочила там чуть больше 50 хотя цена была 50 но волатильность упала и то же самое она немножко загибается то есть какое-то продолжение может будет может не будет по профилю там смысла закрывать уже нету да поэтому выводы на будущее надо делать как как поступать как управлять позицией в случае большого спреда по волатильности так и значит аэростэ предложение дтг а значит бдж надо было под подроллировать так акция сейчас курс находится вот здесь я соответственно 10 штучек откупаю из вот этих 10 100 продано это 100 календарей так и это отправляю на значит исполнение получится 90 на 100 если сработает сработал хорошо и вторая акция генс генс это тоже сектор фармацевтики повышенного риска там тоже надо немножко подрегулировать так значит я 5 10 купаю если этого не делать то она вот так выглядит то есть я просто немного дельту выправляю и точку без убытка отведаю пока все по этому счету другое ничего не надо делать единственное я хотел еще коснуться высоковолатильных компаний то есть постоянно спорят стоит ими заниматься или не стоит стоит конечно другой вопрос какие у вас инструменты в руках и как вы просчитаете прогноз и используете опционной техники ну вот я посмотрел а текущие кандидаты с высокой очень волатильностью то сейчас интересный не кандидат арно арена фарма то есть тут отдалки не ходи так понятно откуда они значит там новость вышла что фда не одобрил но это и по графику видно кстати редкий случай значит фда не одобрил ну или не подтвердил там очередную третью по стадию лекарства что не не доведены испытания не получены результаты акция падает с гепом это было еще вчера на сегодня продолжает падать но что удивительно волатильность осталась но она припала но все равно высокая то есть в течение следующей недели в принципе она должна вот оказаться где-то в этих значениях то есть сильно упасть волатильность имеется ввиду при этом я здесь нарисовал зона су как бы сильно сопротивление это где-то 3 доллара и два с половиной два с половиной более ранее там 2009 года то есть вряд ли она после этого умрет акции имеется ввиду потому что это произошло бы практически сразу с гепом то что она на второй день вот падает я допускаю что она вот так как бы ниже этой зоны не уходят как это можно использовать вот видно что текущая волатильность октября 300 процентов на третьем пути января 189 вот прогноз по волатильность конечно упадет упадет она не одинаково по месяцам тут она может упасть ну грубо говоря если до нуля на 300 а здесь на 189 ну 108 190 они могут упасть на 300 процентов этого отрицательную зону ну и конечно до нуля они тоже не упадут то есть надо иметь прогноз в данном случае то я прогноз строю что волатильность во первых акция упадет не ниже там два с половиной доллара ну или там 2.3 вот по вот этой низкой второй момент волатильность упадет стоп волатильность это по графику тоже упадет ниже чем но вот до того как начал расти значит вот где-то в зону 80 процентов но даже 50 процентов то есть у меня на самом деле при таком спреде когда я за 85 продаю за 80 покупаю только не 100 но практически волатильность меньше интересует меня больше интересует зона куда акции упадет . без убытка при этом при такой волатильности 14 примерно если их залинка но скажем так остановить котировочки и подобрать что они оба упадут где-то в район 80 там 60 80 процентов при этих значениях допустим 0 2 ну даже меньше будет 15 ну видимо как то так и этот 0 15 0 2 так еще раз 0 2 не рисует а этот 0 3 но вот как бы одинаковое падение разница 10 долларов сохраняется меня это устраивает сценарий то есть это тот сценарий когда будет практически около нуля результат бидас здесь довольно неплохой здесь 80 90 75 на 85 в течение дня я видел и 5 долларов было ну открытый интерес большой по этой акции 30 почти 40 тысяч поэтому по рынку тут открывать не надо надо последней цене вот поэтому я вот эту позицию конкретно открою таким вот профилем опа это что такое так но то есть тогда надо посмотреть анализ опа тут не введена так хорошо сейчас попробуем ну конечно и по ценам то взял которая вручную ввел как-то на самом деле выглядит но тут по крайней мере правдоподобно то есть профиль конечно просядет но не скажем вот если я делаю минус там 150 это некорректно то есть она вообще вся проваливается почему потому что вот этот опционом на 150 процентов просесть не может главное что принцип что этот дороже чем это все скоро время заканчивается поэтому я вот эту позицию в тос ввожу в этот счет где календарные позиции спасибо спасибо